Добрый день всем! Я сегодня всех рада, впрочем, как и всегда, приветствовать в пресс-клубе. Сегодня мы начинаем первую в этом сезоне открытую летучку, и я рада представить вам проект Makeout. Часть команды — это Вика Биран, Наста Манцевич, Татьяна Стецко, Николай Антипов и Милана Левицкая. Да, это было легко, вы известные люди. Сейчас я немножко расскажу про сценарий сегодняшнего нашего вечера. Сначала у нас будет самопрезентация от команды, блок тематических вопросов, на которые мы ответим. Дальше у вас будет возможность задать свои вопросы из зала. Для этого вам нужно поднять руку, представиться и задать свой вопрос. Также у нас будет работать слайда. Это программа для интерактивных вопросов. Вы можете со своего смартфона ввести слайда.ком, ввести код ивента M33 и ввести свой вопрос. Эта слайда позволяет задать свой вопрос в том числе и анонимно. Обращаю ваше внимание на это. Итак, мы начинаем. И я хочу перейти к первому блоку и передать микрофон команде, задав вопрос про историю, команду, как вы все друг друга нашли, объединились и как вообще возникла идея объединиться. Хорошо, я начну и буду передавать дальше микрофон. Началось все в 2014 году. То есть проекту уже пять лет будет зимой этой. И началось все так, что просто мы общались друг с другом уже. Кто-то кого-то знал, были друзьями и чувствовали, что не хватает нам много чего. В том числе в медийном пространстве, в публичном пространстве. Ну и как-то на ощупь мы решили создавать свое пространство и делать его таким, как мы его сами хотим видеть. В медиа на тот момент было такое ощущение, что опыт ЛГБТ людей представлялся как тот, о котором расскажет кто-то другой. И нам было важно говорить о нем самим от первого лица и именно о том, что мы считаем важным говорить. Ну и в общем, то есть Мэйкаут это проект, который создавался ЛГБТ людьми, создается ЛГБТ людьми и для ЛГБТ людей. Как, да, я уже, может, и буду передавать, как дальше команда обрастала, нарастала, как люди присоединялись. Ну, я наросла. Я не была знакома, не дружила и не общалась, наверное, ни с кем. Но вот уже же френды мы были когда-то с Настой, но мы все равно не общались, по-моему. Вот. И я пришла в киноклуб. Изначально, я помню, на какой-то киноклуб я просто пришла и предложила смотреть кино. А потом через какое-то время, мне кажется, летом ребята меня позвали поговорить. Вот. И, в общем-то, мы договорились до того, что мы изменили концепт киноклубов. И киноклубы – это такой наш постоянный ивент, когда мы каждое воскресенье собираемся и смотрим кино и обсуждаем. Вот. И мы подумали, каким образом его можно сделать так, чтобы это пространство работало удобнее, уютнее, безопаснее. Вот. И, в общем-то, вот через этот проект я присоединилась к команде и стала частью команды. Я могу продолжить. Я был вместе с Викой и с Настей, один из сооснователей проекта в конце 2000, в начале 2014 года. Ну, мне добавить нечего. Я просто хотел сказать, что, ну да, весь проект, весь проект Make Out – это про нас и про присвоение голоса ЛГБТ-людей нам самим. Потому что и говорить от первого лица. В то время, в 2014-2013 году я наблюдал за тем, как сейчас тоже, но все же все-таки есть какие-то изменения про то, как ЛГБТ-люди представлены, медиа, как про то, ну, часто задавались такие большие вопросы на крупных порталах, как вы относитесь к гомосексуальности, там делали опросы. И забывая о том, что людям, которые задают такие вопросы, сами могут являться ЛГБТ-плюс людьми. И мне кажется, создание такого проекта именно в онлайне, потому что в оффлайне на тот момент довольно сложно было бы представить себе какую-либо активность в 2013 году. Я думаю, что мы хотели создать такое сообщество в интернете. И после мы заметили, мы начали делать оффлайн-активности, проводить еженедельные киноклубы, проводить мероприятия. И мы начали смотреть, как публика. Нам было очень важно посмотреть на фидбэк публики, который был онлайн, чтобы они приходили на оффлайн-мероприятия. И мы видели, кто эти люди. Ну, таким образом команда стала расти, расти, наполняться до... Вот рост был до 13 человек. И там уже пошли новые события. Вот, но я передам... Сейчас вас 13, да? На данный момент нас 11 сейчас, наша команда уменьшилась, потому что некоторые люди уехали сейчас. Кто образование получает, кто жизненные обстоятельства получили, другие... Просто в дальнейшем мы будем говорить о том, как много вы делаете. И сейчас мы узнали, что это все делают 11 человек в основном. Ну, мне, наверное, важно будет добавить также, что, ну, как уже было сказано, это проект, возникший из личной потребности. Я знаю, что очень часто в активизме или в социальных проектах возникает вопрос о том, кто ваша целевая аудитория и как вы работаете с целевой аудиторией. Наш проект сделан абсолютно изнутри. Это значит, что мы сами являемся его целевой аудиторией. Ну, то есть, все, что делается, делается потому, что нам важно, чтобы оно было. Ну, даже если там это будет никому не важно, мы тоже ЛГБТ-люди в Беларуси, и нам это важно. Вот, ну, и второй момент — это то, что проект сделан полностью из местного контекста, потому что на тот момент, когда он создавался, очень сложно было найти здесь, ну, живя в Беларуси, если ты являешься гомосексуальным человеком или там бисексуальным человеком, трансгендерным человеком, очень сложно было найти информацию, которая касается не только твоей сексуальной идентичности или гендерной идентичности, но и твоего локального контекста. Было очень много западных текстов, было много информации из стран, ну, когда появился интернет у людей, было много информации из стран, в которых существует очень много лет ЛГБТ-организаций, которые признаны государством как важная потребность, в которых существует большая инфраструктура уже для ЛГБТ-плюс людей, и всё это очень странно читалось в контексте страны, где на тот момент, когда проект наш существовал, не было действующей ЛГБТ-организации, и была информация из России, потому что в тот момент там тоже были ЛГБТ-организации, как и сейчас, да, большое количество. И большое количество информации из России, к сожалению, могло создавать такой постколониальный контекст, когда всё, что ты читаешь, в любом случае, ты должен экстраполировать на то, что всё происходит где-то в Москве, но и нам было важно говорить отсюда. Хорошо, спасибо большое. У меня в связи с этим к вам вопрос. Расскажите немного про таймлайн, как вы от выставки в 2014 году доросли до организации, учреждения, регистрации его, кто не знает, может поздравить ребят. В марте этого года была зарегистрирована организация, учреждение, которое называется социально-информационным учреждением по поддержке проектов в сфере гендерного равенства. Расскажите, пожалуйста, про этот путь, про форматы, которые были сохранены изначально, такие, как киноклуб, и какие родились новые форматы, были ли они ответом на потребность. Я сейчас попробую тогда пройтись по всем этим самым важным жизненным бурлящим точкам. Если чего-то там я пропущу, пожалуйста, исправьте меня. Значит, в 2013 году собрались три этих замечательных человека, Наста, Коля и я, и мы подумали, что нужно что-то мутить. Замутили. 2014 год, январь, мы запускаем сайт. Потихонечку оказывается, что есть рядом другие люди, которым интересно все это дело, и которые готовы присоединяться, поддерживать, предлагать свои идеи. Дальше мы публикуем материалы. Ой, можно я тут расскажу? Один из первых материалов, который я написала, он был абсолютно ужасный. Это был материал про какие-то супергейские дорогущие курорты зимние, куда надо ехать, ездить на лыжах. И я почему-то думала, ну блин, почему всех отправляют, типа, а про гейские места мы ничего не знаем. Боже, кошмар. Но его до сих пор можно найти. Материалы выходили, выходили. Дальше мы подумали, что будет здорово встретить этих самых людей, которые нас читают. Так появился киноклуб. После этого мы решили, что их можно встретить, наверное, в большем количестве, если они захотят прийти. И тогда мы организовали выставку «Камин-аут». Это было в 2014-м тоже году. Спасибо большое. В пространстве Балки. Что пошло дальше из ключевых наших всяких делишек? Наверное, это метафестиваль, который мы проводили на улице Октябрьской. В сентябре 15-го. В сентябре 15-го. Это было, наверное, самое вообще ever сложное, крупное, бомбящее, что мы делали. И хорошо, что оно прошло. И хорошо, что оно было и закончилось. Но это, наверное, из разряда этих суперисторий, которые потом еще будут. Что было после меты важного? Я могу отметить издание журнала в 2017-м году. Издание журнала в 2017-м году. По крайней мере, для нас. На который мы накраутфандили. И, ну, слушайте, важно еще все то, что происходило в промежутках. Важно, как присоединялись люди. Важно, как мы принимали участие во всяких крутых кооперациях. Важно, как люди приходили и говорили, я хочу это делать. Я хочу делать, например, квир-арт-мастерские. Или я хочу делать лабораторию феминистского и квир-кино. Или я хочу делать группу самоподдержки для ЛГБТ-людей. Поэтому, чтобы тут эфир не этого, названиями слишком не... Продолжим дальше по ключевым, да? Значит, журнал краудфандинг. Окей. Сейчас ты сказала про регистрацию организации. Сейчас такой проект — это школа креативного лидерства для ЛГБТ-людей. Первое занятие, которое прошли на этих выходных. И в этом зале есть люди, которые там принимают участие. Меня там не было, поэтому я ничего подробнее про него больше не расскажу. Но мы потом поговорим про эту программу отдельно. Окей. Поэтому можно у кого-то еще есть что-то добавить по пути вашему тернистому? Я хотел рассказать о том, как это вообще выглядит, что такое команда Майкао. То есть мы работаем по принципу горизонтальности. Это значит, что все наши решения принимаются консенсусом. Это важное замечание, что мы считаем, что иерархия может, это тот путь, который может, иерархия даже в коллективе может создавать тот путь дискриминации, который в этом обществе. И мы стараемся избегать этого, и мы стараемся работать по принципу горизонтальности. И все наши проекты, все наши какие-то идеи, они всегда создаются, ну то есть кто-то подлавливается, создаются мини-рабочие группы, и вот таким образом реализуется тот или иной спецпроект или то иное событие. И мне кажется, что вот этот таймлайн, который Вика рассказала, и все эти события, они не случайны. На мой взгляд, от журнала до онлайн-площадки, которая, на мой взгляд, да и вот я сейчас просто специально смотрел просто по посещению, там уже с 2017 по 2018 у нас было около 300 тысяч посещений. И мы являемся таким очень важным, крупным актором не только в Беларуси, потому что нас посещают очень много людей из России, Украины. Мы довольно известны в каких-то там пабликах, то есть мы таким уже ключевым игроком являемся в медиаполе, там в сфере гендера и сексуальности. И вот тот путь из онлайна, мы действительно начали переходить в офлайн и говорит о том, что и попытка печати журнала в 2017 году и через кронфаундинг, это для нас тоже было таким событием для того, чтобы посмотреть, даже проверить изменения, замерить каким-то количественным показателем эти изменения в обществе. Готовы ли сегодня белорусское общество финансировать проекты рублем, связанные с ЛГБТ-тематикой? И после этого, когда мы видим эти изменения, собрав свыше 4 тысяч евро на издание этого журнала, мы видели эти изменения, мы чувствовали уверенность и мы решили пройти путь регистрации. Он для нас был очень сложен, это не так просто. А расскажите немного подробнее, почему вы зарегистрировались под другим названием Outloud? Неужели Мингоросполкома не понравилось название Makeout? Ну вот, собственно, правильно сказано. Это единственная причина? Как оказалось, единственная причина за 9 наименований, за 9 попыток, в общем, путь регистрации, на самом-то деле, такой, если брать от начала до конца, занял у нас полтора года. И я хочу сказать, что это тот путь, на самом деле, и то, что нас зарегистрировали, это все благодаря тому, всему предыдущему поколению ЛГБТ-активизма, который проходил, начиная с 90-х годов, попыток регистрации и отказов. Потому что зарегистрировать сегодня организацию вообще некоммерческую, которая занимается, ставит перед собой какие-то некоммерческие цели, очень тяжело. Это знает весь некоммерческий сектор, скажем, Беларуси. ЛГБТ-организацию намного сложнее в этот момент, как нам оказалось. Потому что мы не знали истинную причину, но с юристами, которыми мы работали, юристкой, которая нам очень помогала до последнего. И мой опыт хождения по кабинетам Мингрисполкома, ну, как бы я сказал, что там была, как бы логика была такая, что я просто пришел, я заходил в кабинет, и меня пересылали в другой кабинет, в другой кабинет, пока я не доходил до каких-то там начальств или глав юридических отделов. Я спрашивал, в чем проблема, и я жду консультации, как зарегистрировать организацию, я не уйду отсюда, потому что, ну, вы понимаете, ну, я буду этим заниматься, мне надо этим заниматься, это очень важное дело, государство этим не занимается, но я буду этим заниматься, в чем проблема. И, ну, они меня немножко там в законах начали объяснять, какие... Основная цель нерегистрации организации в формулировке, что название не соответствует деятельности организации, ни в названии не указана, сфера распространения знаний, но вот, в общем, мы уже столько названий переменяли, а потом в конце они говорят, Николай Александрович, мы зарегистрируем. Какое хорошее название вы придумали. Мы вас зарегистрируем, однако уберите слово «мейкаут» из вашего наименования. Хорошо, у меня в связи с этим немножко уточняющий вопрос. А можно я, пожалуйста, справедливости ради добавлю, что наша организация не называется ЛГБТ-организация Outloud, который работает с ЛГБТ-людьми в самом заголовке и все такое прочее. Мы занимаемся гендерным равенством и всяким таким прочим, которое в том числе включает работу с ЛГБТ-людьми, но изначально в документах этого не было. Эта строчка появилась позже, после того, как мы изменили наш устав. Для того, чтобы не складывалось сложного ощущения о том, что теперь все совершенно замечательно, ЛГБТ-организации на щелчок пальцев регистрируют. Нет, это не так. Мы тоже не являемся как таковой. ЛГБТ прямо уж настоящей суперорганизацией. У меня вопрос по форме регистрации. Открыла ли возможность к каким-то дальнейшим действиям в нашем правовом поле регистрации? Я могу в этом контексте вспомнить, например, замечательный пресс-клуб. И если мне позволят анонсировать одно событие? Вы не договорились? Которое мы будем здесь скоро проводить, я думаю. Например, очень скоро мы будем здесь организовывать психологическую конференцию для психотерапевтов, терапевток, специалистов всяких помогающих профессий о том, как работать, когда к тебе приходят ЛГБТ-клиентки и клиентки. Потому что такой запрос есть. Мы получили его от психотерапевтического сообщества. Участницы нашей команды тоже являются психотерапевтками, учатся этому делу. Либо мы сами посещаем психотерапию, поэтому понимаем, что такая проблема возникает. Например, нам позволило сделать это регистрацией. Мы без зазрения совести, без страха, без чего-то еще совершенно официально можем эти дела творить. Понятно. Мероприятие, про которое сказала Вика, пройдет в пресс-клубе 17-18 ноября. О, Боже мой, первый раз об этом сказали. И сразу на такую широкую аудиторию. Мы немножко ушли в сторону, но это хорошая сторона. И еще раз поздравляю от себя и от пресс-клуба с этим достижением. И давайте вернемся к сайту, журналу. Расскажите, как вы строите работу. Есть ли у вас люди, которые обладают какими-то квалифицированными навыками? Я говорю сейчас о программисте, дизайнере. Потому что ваш сайт довольно интересен. У него интересная и хорошая структура. Извините, что я даю оценку. Это моя личностная оценка. Если тут только вопрос с визуальной точки зрения, но мне очень хочется поговорить про контекстуальную. Но я просто скажу, что... Ну, мы начнем. Да, для меня, моя такая, типа, субидентичность дизайнера. Я дизайнер, тоже веб-дизайнер. И я умею создавать сайты. И, наверное, это то, что и провело когда-то с обсуждением с Настей. Когда-то, когда она говорит, я умею писать тексты. И у меня есть что писать. Я говорю, а я умею создавать оболочку. И вот было бы классно. Совпало с послойствами. И там, ну, и дальше пошло развитие. И вот я, наверное, для меня... Ну, это один из ключевых элементов. Я не особо хочу там сейчас концентрироваться. Хотя, на самом деле, это действительно важный элемент, визуальная часть нашего проекта. И мы очень... Ну, я здесь очень много работаю. Работаю с художниками, художницами. Для того, чтобы наши проекты были... Чтобы голос, тот контекст, тот текст, который воспроизводится нашими материалами или нашими мероприятиями, он имел также и визуальный код, который бы считывался. И наша задача была... Милана говорила про локальный контекст. Почему мы использовали определенный наш стиль, наш логотип. Мы не использовали такой очень европейский подход. Ну, там, радужная символика, например, изначально. Потому что мы хотели как-то создать свой образ ЛКБТ в Беларуси. Ну, и говорить про сегодня какой-то этот момент. Ну, и вот сейчас будем, наверное, говорить про текст. Но, скажем, все элементы, которые там... С визуальной точки зрения мы работаем с нашими друзьями. Своими силами. И своими силами мы справляемся. Хорошо. Давайте немножко про текст. Я начну с двоязычия белорусский. Это изначально был выбор, который вы не обсуждали. Ну, я сначала попробую сказать вообще про то, как это работает, эта площадка для нас и в нашем понимании, что это такое. Я знаю, что иногда это воспринимается со стороны как СМИ. Но мы проговариваем про то, что мы не являемся СМИ. Мы команда и проект про гендер и сексуальность антидискриминационный, который делают ЛКБТ-люди для ЛКБТ-людей. И одна из наших репрезентаций, и такая, наверное, самая видимая, это вот эта онлайн-площадка, наше пространство онлайн, которое мы хотим, чтобы оно работало для ЛКБТ-сообщества, то, что вот есть этот ресурс, есть это место, и его можно заполнять, исходя из своих потребностей, исходя из потребностей самого сообщества. И, ну, то есть вот в моем видении само наличие этого пространства, оно уже дает возможность как-то включаться в эту работу. Поэтому, по сути, ну, хотя там присутствуют тексты, для меня это не журналистские тексты, и, соответственно, это не СМИ. У меня лично есть журналистский опыт в прошлом, и когда мы начинали делать мейкаут и сайт мейкаут, очень четко я чувствовала эту разницу, как писать тексты для мейкаут, и как это по-другому, чем создавать журналистские тексты, которые я создавала раньше. То есть это такой очень включенный личный подход. Нет этого разделения для меня, что я сейчас напишу текст, как бы оторвавшись от своего собственного личного опыта. То есть это всегда через какие-то внутренние штуки проходит, и я всегда понимаю, для чего я хочу этот создать текст, почему это важно сейчас, почему именно этот текст. Ну и хочется, чтобы такие тексты и были на мейкауте с этим вот включенным подходом, когда нам иногда приходят такие запросы про то, что вот хотели бы создать для вас текст. Вы рассматриваете хотя бы такие вопросы, или вы игнорируете, или есть какой-то механизм? Ну то есть мы не даём там редакционных заданий, мы говорим, что если вам важно создать этот текст, если вы понимаете, почему вам лично важно создать этот текст. То есть можно стать автором мейкаут? Да. Если это будет личностный текст тематический. Ну и такое вот понимание, почему сейчас важно создать этот текст. Да, потому что... Ну в общем, да, наверное, я вот это хотела сказать про белорусский язык. Был вопрос, но у меня такая история сразу вспоминается про то, как рубрика «Камин аут» запускалась, и как там часть историй были на белорусском языке рассказаны, и как были некоторые такие комментарии про то, что ну как бы ладно, там не знаю, вот эти там все непонятные, короче, люди тут говорят какие-то непонятные вещи, но зачем они сейчас трогают наш святой белорусский язык? Ну и как бы нам было важно сказать про то, что ну вот про этот наш контекст, про белорусский контекст, что ну это и мы есть эти люди, и мы разговариваем на белорусском, ну кто-то разговаривает на русском, то есть ну вот поэтому у нас два языка. Да. И просто на самом деле, хотя сейчас не очевидно, но часть команды говорит по-белорусски, так же как по-русски в своей просто жизни. Вот, и не хотелось бы с одной стороны просто отказываться от этой части идентичности, поскольку это естественно, и в то же время это очень важно на уровне такого политического решения. Если это наш язык, если мы на нем говорим, то какого черта мы должны выбирать, например? Вот, и поэтому это какой-то естественный процесс, и, например, иногда для меня является, правда, выбором стратегическим, когда я пойму в какой-то ситуации, я сталкиваюсь часто в жизни, в каких-то публичных мероприятиях, когда выбор языка ставит меня перед вопросом, а что мне важнее, какой-то, не знаю, там свой личный комфорт или порыв говорить по-белорусски, или понимание того, что та аудитория конкретная, например, с которой я общаюсь, возможно, не так просто понимает белорусский язык, и тогда я этот выбор делаю. Но, в принципе, на уровне сайта или на уровне каких-то мероприятий это просто естественным путем решается. То же самое, как и написание текста, как проведение мероприятий на каком-либо языке, либо реклама. Это в какой-то момент становится важным для нас выбрать белорусский язык, или в какой-то момент это просто звучит внутри головы по-белорусски, и оно появляется по-белорусски, потому что это тоже мы. Но у меня возник такой вопрос, потому что изначально, используя белорусский язык, вы очерчиваете территорию, на которую вы хотите распространять этот текст. В связи с этим... Очерчиваем? Очерчиваем в каком смысле? Белорусский язык может быть непонятен, например, читателю из России, Украины и так далее. Окей. Ну, мне кажется, совершенно не страшно, если читатели из России потеряют этот текст, а учитывая то, что читатели из Украины, они общаются с нами часто по-украински. В общем-то, мне кажется, как раз-таки украинская аудитория точно не теряется. За русскую просто не скажу. Возможно, тоже не так велики потери. То есть, поскольку, опять же, мы говорим от себя, а не играем на число чтений, материалов, то важнее, правда, говорить, как говорится, чем мерить. Спасибо. Я еще хотела добавить, что я сегодня как раз видела комментарии под текстом на украинском. Прекрасно люди там понимают. И мне кажется, это вопрос такой немного постколониальный тоже. Если мне интересно что-то, и я способна сделать усилия, потому что мне интересно и перевести, то я очень принципиально уверена, что если кому-то это интересно, он тоже способен или способен это сделать. И если нет, то тогда это вопрос про, типа, а что вам здесь было интересно. Нас очень много читают в России и в Украине. Я рада этому. Мне кажется, что... Это не преграда. Это не преграда, это стимул даже, как бы расширить себе кругозор на новую культуру. Моя мама учит белорусский по нашим текстам. Отлично. Мы тут немножко перепрыгнули в один спецпроект, который затронули, Coming Out. Расскажите, вы немного рассказывали уже про этот проект. Я хочу, чтобы вы рассказали про алгоритм. Вот человек нажимает на эту кнопку, хочу поделиться своей историей и получает текст, где его просит связаться с вами. Что происходит дальше? Ну, мы списываемся, договариваемся, встречаемся и разговариваем. Пишите текст вы, как авторы, либо человек? Нет, человек рассказывает свою историю. И если это я, например, встречаюсь и разговариваю с человеком, то я потом снимаю этот текст, и мы вместе с человеком приходим к финальному варианту. то есть высылаем почитать, чтобы человек сказал вообще его ли эта история сейчас и не претерпела ли она каких-то таких изменений, потому что тоже это такой как бы двусторонний процесс. Но мы решили остановиться на таком формате, потому что это сам Coming Out, он так и происходит в контакте с другими людьми. А были какие-то случаи, когда текст, который вы уже итоговый согласовывали, не нравился герою? И как вы поступали? По-разному бывает, да. Были случаи, когда говорили, что я себя не вижу в этой истории, и тогда просто я могла сбросить просто транскрипт, ну, буквально вообще не изменённый никак, и говорила, ну, тогда вы со своей историей можете поработать сейчас, как вы её видите вот сами. И что-то бывает, что сложно сказать во время разговора, а потом позже приходит в голову, и люди хотят что-то ещё добавить. Хорошо, спасибо. Есть у кого-то ещё дополнение? Я хотела ещё добавить про эту рубрику. Хорошо. Начиналось всё с того, что вот самое внизу истории, если пролистать, вы увидите там лица людей, которые сейчас сидят перед вами. Для нас было очень важно начать с того, чтобы поделиться своими историями. И сейчас мы уже несколько раз обсуждали, что они все немножко подустарели уже. И, ну, слушайте, прошло уже практически пять лет. И вот Коля, например, вот Андрюша, вот Наста, вот я сижу. Потому что мы не чувствовали себя вправе приходить к другим людям и просить их рассказать свою историю без того, чтобы не сделать это самим, потому что мы общаемся на равных, и всё честно. У меня ещё есть вопрос к текстам другим. Вы часто берёте и делаете перевод из какого-то источника. Согласовываете ли вы текст, согласовываете ли вы право перевода? В этой аудитории сидят люди, которые посещали встречи в переводческой мастерской. Это проект, который я очень сильно люблю. И на нём мы договорились о том, что прежде чем браться за перевод какого-то текста, мы либо будем просить разрешения у автора-авторки этого текста, либо это могут быть источники, в которых, как, например, feministing.org. Ну, короче, anyway. Есть сайты, на которых прописано изначально, что все тексты можно переводить, использовать, как вам нравится, с именем автора-авторки и гиперссылкой. Поэтому да, в этом отношении мы стараемся быть совестливыми. Мы уже немножко затронули спецпроекты. К спецпроектам это Coming Out, Retro. Расскажите немножко про Retro подробнее. Зачем вы это делаете? Почему вы это решили делать? Слушайте, Coming Out придумала Наста, поэтому она начала про него рассказывать. Знаете, что с Retro? Тоже придумала Наста, поэтому... Retro. Ну, опять же, это все очень личная штука, как и все остальное в Мейкауте. Было очень важно... Было заметно, что весь предыдущий опыт, который был до нас в ЛГБТ-активизме, что он очень быстро забывается и стирается, и хотелось его сохранять, и хотелось вот эту связь просто установить про то, что есть люди до нас. Мне так сложно сейчас об этом говорить, как будто бы все вынесло из головы. Он настолько вообще сильно личный, что... Можно немножко рассказать для тех, кто не знает, что Retro — это сбор и описание мест, которые связаны с прошлым ЛГБТК-групп в городе Минске. Ну, давай я подключу. Есть рубрика. Я немного помогу здесь. Мы просто всю эту штуку замутили, вот как только мы замутили все то, что происходит, потому что для нас было невероятно важно не приходить на это выжженное поле и не говорить, ну, сейчас все изменится, ну, сейчас новая ЛГБТ-организация, ну, мы намутим все, что было до этого, этого не было. Сейчас все будет по-новому. Потому что нет, это не так, потому что очень много вещей, которые мы можем делать сейчас, мы можем это делать, благодаря тому, что до нас были люди, которые попробовали очень много разных других версий и вариантов, и сейчас мы можем их этот опыт отрефлексировать, обработать и поступать или не поступать так же. И поэтому для нас было очень важно обозначить весь тот опыт, который был для нас, потому что люди делали совершенно невероятные вещи. Например, знаете ли вы, что самый первый белорусский прайд был самым многочисленным? Вот это да. 2001 год. Офигеть, да? И пришло все к трамвайчику, который был в этом году. Ну, и вот это вот все счастье и добро можно анализировать, и это невероятно важно для всего мира. Ну, могу рассказать вот такую историю, как это чувствовалось, чувствовалось, когда мы начинали создавать Makeout, и когда планировали заполнять сайт какими-то материалами про то, что происходит сейчас. И я пошла в библиотеку и смотрела про то, что уже было и что уже происходило, и, ну, куча каких-то вещей, которые мы планировали и получается делать, ну, как будто бы представляя, что мы это делаем впервые, а как оказывается, это уже делали люди до нас, и меня тогда это очень сильно поразило, насколько быстро все забывается, и поэтому, ну, нам хотелось делать такую связку всегда, ну, помнить про то, что до нас этот опыт был, он важный. А про следующий ваш спецпроект, киноклуб, скажите, он сейчас еще действует? Ну, сказать, что не действует, я не могу, у меня язык не поднимается, на самом деле сейчас он на небольшой паузе, вот, но это очень важный проект, который вообще позволял нам на постоянной основе разговаривать с людьми. И вот мы много говорим там про комьюнити, а что это, а кто вы, а для кого вы делаете, а кто вас вообще читает, какая реакция у людей, которая вас читает, вот, и, в общем-то, откуда этих людей, не знаю, вживую взять и посмотреть в глаза, иногда бывает вопрос. Так вот, киноклуб в каком-то смысле был ответом на этот вопрос. С одной стороны, изначально это появилось физическое пространство, где люди могли встречаться, смотреть кино, а потом, вот, после первого полугода формат немного поменялся, когда стало ясно, что можно совмещать вот сам факт собирания вместе и просмотра фильма с какой-то, я вот сейчас скажу слово образовательной частью, но тут же извинюсь за это слово, потому что это не в смысле мы там кого-то собираемся образовывать, там, да, или мы кого-то будем учить, там, да, после фильма, нет. Это на самом деле просто что-то неформальное, но при этом, например, нам очень важно в рамках киноклуба это пространство, которое мы делаем более безопасным, учиться говорить так, чтобы использовать корректную лексику, учиться вообще понимать себя и высказывать себя, учиться видеть себя в тех кинорепрезентациях или смотреть на это отсутствие своего опыта, которого никогда не было, который не появится на экране, либо каким-то образом находить этот опыт в лентах вообще с другого конца мира. И это было интересно, каким образом мы себя чувствуем, как мы можем проговаривать свой опыт. И поэтому мы смотрели кино, но всегда я, как модераторка киноклуба, повторяла, что мы говорим не про кино, и это не киновеческие какие-то вечера, а мы говорим про свой опыт. Мы смотрели кино, и мы говорили то, что мы чувствуем, когда мы видим, или то, насколько оно перекликается с нашей жизнью, или насколько оно перекликается жизнью вот за окном. И это оказалось очень важно, и было интересно, как изначально, не знаю, мы вообще учились слушать, не перебивая друг друга, потому что, когда собирается, например, там 25 человек и пытается обсуждать, иногда получается хаос. И нам было важно, каким образом мы вообще вышли на тот тип общения, когда мы могли слушать друг друга, давать фидбэк, например, очень такой дружелюбный, пытаясь говорить, что вот это слово, оно не очень корректное, потому что... И было здорово, что это, опять же, никакой террористический проект, когда мы, опять же, там учили, как надо, как не надо, а на самом деле, когда вот это сообщество, это комьюнити, которое приходило к нам, которое менялось, циркулировало, обрастало новыми людьми, когда, в общем-то, эти знания, они появлялись внутри. Люди говорили про себя, как они относятся к какой-то лексике, как они относятся к каким-то репрезентациям, чего хватает, чего не хватает, чего мы никогда не увидим, что появляется. Вот. И, в общем-то, это было важно, потому что, с одной стороны, это правда какие-то вот эти, какое-то неформальное образование, с другой стороны, это правда люди, которые находили себе друзей, находили себе, вот вторую семью, находили близких, с которыми можно было вообще в принципе проводить время. Это, в общем-то, мне тоже кажется, очень важное, это регулярная основа, когда люди понимали, что если вокруг творится какой-то ужас, то в воскресенье вечером я могу прийти туда, где я могу спокойно говорить, где меня могут слушать, где меня могут выслушать, а могут вообще не обращать внимания на то, что я молчу, и где ты можешь просто присутствовать. Вот. И поэтому это очень важный проект, и сейчас у небольшой паузы в том смысле, что прямо сейчас киноклубов нет, но они, конечно, появятся. Хорошо, спасибо большое. И перед тем, как я уйду с раздела сайта спецпроекта, я хочу спросить, как вы работаете с комментариями? И в том числе можно и про соцсети, вы их как-то удаляете, регулируете, отвечаете? Да, удаляю. Ну, да, просто жестко удаляем. У нас там... Хорошо, меня устраивает такой ответ. И мы переходим к неповторимым кейсам. Когда я рассказала ребятам, что у меня есть такой блок, мы поняли, что мы немножко разные вещи под этим подразумеваем. Для меня неповторимым кейсом является проведение мероприятия без спикера, издание журнала через краудфандинг и так далее. но у каждого есть какой-то свой неповторимый кейс. И давайте поговорим про это. Кто-то хочет начать? Да, я бы хотел сказать вообще в целом про... Мне важно сказать, что весь проект Makeout, он для меня, он начинался из таких чувств, как боль и злость. Боль, которую я как ощущал. До боли было много непонимания и много отрицания. После, когда отрицание ушло, пришло много боли. Боли в том, что я живу в обществе, которое гетеронормативное, которое старается исключать мой опыт. И, наверное, весь проект благодаря этой боли, благодаря тому, что я почувствовал это, я принял ее, я начал с ней работать и смог ее трансформировать в злость. И злость я смог трансформировать в то, что мы сегодня делаем. И вот через пять лет, нам будет пять лет 8 января, за это время то, что нам помогло дать регистрации и не только. Я решил, что тот опыт, который у меня был, как создавать или делать те или иные активности, там, сайты, краунфаундить деньги на журнал, искать ресурсы, да и вообще заниматься любым видом активности. Хотелось поделиться тем опытом и понять, что у меня есть определенные привилегии, как у активиста, который делает проект Makeout, и я бы хотел его дать. И вот из таких неповторимых кейсов пока первый неповторимый кейс для меня на данный момент сейчас является программа по креативному лидерству для ЛГБТ плюс людей Беларуси. Это тот проект, где мы стараемся работать с людьми из регионов, из Минска, для того, чтобы вместе создать пространство для того, чтобы исцелить наши травмы, исключения из в этом обществе, для того, чтобы наделить силой, ресурсами, проработать ту боль, снять все границы, которые были, которые общество, семьи, государство на нас выстраивало. И для того, чтобы трансформировать это в силу, и для того, чтобы реализовывать свои собственные ЛГБТ-проекты в Беларуси. И это вот тот, то сейчас, то, чем я занимаюсь. У нас недавно завершились наши двухдневные занятия. Это было, на мой взгляд, очень сильно вдохновляюще. Это было больно, но это было очень сильно. И, наверное, это такой проект, который, во всяком случае, заставляет меня просыпаться каждое утро и говорить, что ты делаешь что-то важное. И я очень сейчас вот этим проектом живу. А расскажите, пожалуйста, было много заявок и заявки из регионов. Их был какой процент по сравнению с Минском? Если вы можете оценить это сейчас. Как чувствуешь? Ну, их, конечно, в разы меньше. Но это связано с тем, что мы в Минске очень привилегированно живем. И мне кажется, я даже какую-то статью на эту тему сегодня прочитала по поводу сильного перекоса между столицей и областными городами в Беларуси. Ну, и мне кажется, это каждый видит. Это такая очевидная штука, что если в твоем городе нет ни одного пространства, например, в Минске у тебя есть любимое или нелюбимое креативное пространство, а если в твоем городе вообще такого нет, то даже получить элементарный опыт ведения дискуссии тебе зачастую негде, а тебе, возможно, 20-25 лет, и у тебя есть очень большое желание говорить. но они были, меня радует, она там была ни одна, ни две, ну, то есть их было столько, что это позволило нам не выбирать людей только на основе того, из какого они города. А можно немножко про структуру программы? Сколько, какое количество ивентов планируется в период какой? Она долгосрочная, она почти годовая, но мы встречаемся редко, ну, то есть это такой, ну, проект из серии встретиться вместе, пережить, ну, такое там, совместно поделиться опытом, и потом месяц укладывать его в голове и рефлексировать, думать, как это вообще в твоей жизни работает и отзывается, и снова встречаться. Вы и работаете тренерами и тренерками в этой программе. Я бы еще вернулась к предыдущему вопросу, и почему эта программа важна в том числе? Мы говорили про ретро, и почему она имеет значение для проекта. Так вот, для нас очень важно понимать, что мы не очередные первые на этом поле, и что это поле не выжженное на самом деле. Нам очень важно, чтобы были, это не вопрос поколений, там, следующее поколение активистов, нет, а то, чтобы вообще активизм вышел из рядов чего-то элитарного. Ведь есть проблема с тем, что люди не могут себя назвать активистками-активистами, потому что вроде бы это звание там надо заслужить, или потому что как только ты что-то хочешь делать, на тебя набрасывается куча людей, говорит, а что ты вылезла вообще? А вообще вот тут неправильно, там неправильно, вот здесь слово, которое говорить нельзя, а вот дело, которое делать нельзя, если ты называешь себя феминисткой там или ЛГБТ-человеком. Вот, и в общем-то нам было важно с одной стороны сказать, заявить, что ли, про то, что активизм вообще может делать каждый, каждая, если у тебя есть, что сказать, если ты понимаешь ту проблему, с которой ты работаешь, если твоя личная боль, то ты можешь быть в активизме, если ты этого захочешь. И нам было очень важно, чтобы эти люди, которые подали нам 88 заявок на нашу программу, получили поддержку. И наша программа, она, с одной стороны, это не какой-то интенсив на 9 месяцев, а это вполне себе просчитанная программа, в которой мы можем сначала очень долго знакомиться, перестраиваться друг к другу, из разрозненных людей превратиться в команду, ну это в плане у нас, чтобы на самом деле люди просто понимали, как работать вместе, как работать с конфликтами, как работать над своей идеей, каким образом обсуждать, отказываться, искать варианты. Потом мы собираемся познакомить людей с вообще полем активизма, который есть у нас, и показать, что на самом деле, или самим увидеть, в том числе, что среди людей в активизме очень много союзников и союзниц, и это очень радует, это большие изменения, которые происходят у нас, потому что мы получаем очень много поддержки от гражданского сообщества. И, в общем-то, чтобы эти проекты, которые будут, это не самоцель, мы не хотим, чтобы проектов было больше, у нас нет норматива по проектам, которые должны получиться. Это один из вариантов, каким образом вообще можно в том числе исцелять себя, получить, найти эту солидарность, а потом делать вместе с людьми то, что ты хочешь делать, то, что ты можешь делать, и, возможно, делать то, что здесь нет, чего тебе не хватает, ну, как, собственно, мейкаут получился. Возможно, внутри головы у людей тоже есть свой мейкаут, и, возможно, они его сделают, или сделают через три года после проекта. Так, в общем-то, это одна из очень важных составляющих частей этой программы креативного лидерства. Спасибо. Мы можем перейти к следующему кейсу, если ни у кого нет дополнений по программе. На меня действует атмосфера пресс-клуба, поэтому я в эту сторону уйду. Здесь у меня два неповторимых кейса. Один из них связан с историей нашего знакомства как команды с журналисткой одного городского издания, когда она написала нам на почту проекта и сказала, «Хей, привет! Вы медиа, давайте мы сделаем с вами интервью как с медиа». А мы такие, «Хей, мы не медиа, нам неинтересно». Она такая, «Хей, подождите, давайте обсудим это все-таки подробнее». Мы такие, «Что за навязчивая чубиха такая? Мы же ей ответили уже». И так это все дело закрутилось, закрутилось, и что вы думаете? И вылилось все теперь в ту сторону, что мы очень здорово дружим, что мы поддерживаем друг друга, что мы приходим на мероприятия друг друга, и теперь мы знаем, что в городском издании по крайней мере работает один человек, который, если будет писать текст на ЛГБТ-тему или на тему феминизма, что он будет офигительным, прекрасным, и что все там будет здорово. А второе чудо, или как это у нас называется? Неповторимое чудо. Сейчас это называется так. А второй неповторимый кейс, Милана, извини меня, пожалуйста, но это твои тексты. Я являюсь огромной поклонницей текстов, которые пишет Милана. В последний момент она написала их таких два, от которых я в полном восторге. Один о том, что человек является ЛГБТ-активисткой, но при этом не является правозащитницей, и поэтому давайте остановимся, пожалуйста, всех, кто в этой сфере работает равнять к правозащите. А другой о том, что иногда ты делаешь какой-то свой активизм, а потом к тебе приходят люди и говорят, что ты его делаешь неправильно, и вообще нужно обратить внимание на другую проблему, которая все, безусловно, тоже очень важна, но у нас есть конкретно свой опыт и своя боль, и исходя из этого мы живем и думаем и мыслим и все остальное прочее. И в чем чудо? А чудо в том, что эти тексты выходят на сайте проекта, к которому я имею непосредственное отношение, и мне ими хочется делиться не потому, что я имею к нему непосредственное отношение, а потому, что они реально офигительные. И каждый раз это, ну, какие-то удивительные вибрации внутри возникают, и это реально неповторимый кейс. Отлично. Милана, у вас есть свой кейс, свое неповторимое чудо? Их тексты прекрасные. Мне всегда так неловко, я не могу, когда, ну, когда вы пишете такие крутые тексты и говорите, что мой текст крутой, мне прям такая гордость берет. Но на самом деле мы стараемся друг друга. любить, радовать и хвалить часто. Мой неповторимый кейс связан с летом этого года. Мне кажется, ну, типа для меня лично это было очень тяжелое лето в плане эмоциональных переживаний. У нас очень много, ну, я думаю, что для многих людей из ЛГБТ-сообщества в Беларуси очень много было переживаний по поводу того, что там гомофобной риторики стало больше, каких-то вообще безумных, сумасшедших гомофобных и трансфобных случаев. Ну, я все думаю там про ретро и про то, что эти вещи очень дорогие в том числе, и потому что это те вещи, с которыми мы росли, ну, то есть те вещи, про которые написано в рубрике ретро, это вещи, на которых, ну, которые когда-то там для меня были важны, когда я там, не знаю, когда мне было 18, и я еще никого не знала, я не знала, что вообще существует в Беларуси сообщество, мне казалось, что я единственная лесбиянка на земле, не говоря уже о том, что в Беларуси, и вот эти вещи, когда ты там узнаешь, что где-то есть клуб или там где-то собираются люди, это такие важные штуки про лояльность. Вернемся к лету. Да, и летом. Ну, и про то, что я, наверное, все равно за всю свою жизнь, несмотря на всякий трэш, ну, вот, что-то я не ожидала, что в Беларуси вообще до такой риторики дойдет. И летом у нас было запланировано очень крутое мероприятие. В Беларусь собрались приехать генерно-небинарный активист АЛОК. Это американская поэтка. Это человек, которая, это персона, которая использует для себя местоимение Зэй. Ну, и так уж получилось, что у этой персона был тур по Европе, и, ну, была возможность заехать в Беларусь. Мы являемся большими фанатами в команде их творчества, и поэтому мы, конечно, сказали, что, типа, в Беларуси есть безвиз, приезжайте. И мы анонсировали это мероприятие. К сожалению, АЛОК не пропустили в Беларусь. Мы до сих пор можем только догадываться о реальной причине. АЛОК находились в аэропорту, в этом боксе для ночевки и в ожидании высылки, а на завтра уже был анонсирован ивент. И, ну, более того, в тот день, когда это все происходило, тоже должен был быть один ивент, он должен был быть закрытым для ЛГБТ-сообщества, в частности, для транссообщества Беларуси, Минска. И на него уже пришли люди, и они узнавали от нас, что пока вообще неизвестно, смогут ли АЛОК остаться в Беларуси. Ну, и потом, когда оказалось, что нет, эту ночь, когда надо было передавать еду в аэропорт, потому что АЛОК вегетарианцы, а веганы, да. Ну, и, типа, белорусский аэропорт как-то не изморачивается на эту тему, к сожалению. Ну, и мы были не одни, то есть это была не только наша команда, кто там остался, были люди из сообщества, которые сказали, что там, они чувствуют сейчас, ну, не знаю, злость, разочарование, ярость, или боли, страх, но они с нами были. И на завтра на ивент пришло огромное количество людей, и мы все равно читали стихи. Ну, пока что для меня это такое, ну, тоже про маленькое чудо, наверное, про то, как сообщество все равно работает. Ну, типа, есть такой большой стереотип о том, что все вещи, связанные с ЛГБТ-культурой, это, типа, западная ценность, которая здесь привнесена, вы, наверное, кого-то слушаете или еще что-то в этом духе. Ну, и мне очень важно было знать, что не нужно привозить сюда американские стихи с американским человеком для того, чтобы здесь было сообщество, и что стихи эти на любом языке о таком болезненном опыте понятно здесь и популярны не потому, что они американские, а потому, что они про свое. видео. Спасибо. Следующий кейс или комментарии к предыдущей истории? Можем поговорить про журнал, который вы издавали с помощью краудфандинга? Можно рассказать просто про… рассказать просто про… Ну, это была такая попытка, на самом деле, это попытка… Мы с двух сторон подошли, мы в этот момент пытались зарегистрировать организацию, у нас был процесс, и в то же время мы собирали деньги, ресурсы для издания нашего журнала. Журнал, сам журнал – это история ЛГБТ жизни людей за последние 20 лет в Беларуси, и мы хотели сохранить опыт, потому что многие тексты, которые в этом журнале, они есть на нашем сайте, однако мы не совсем довольны, как работает наш сайт, хоть спасибо за комментарий, мы не довольны тем, что, к сожалению, там медиа сегодня, ну или наш сайт так построен пока таким, надеюсь, пока по таким принципам, что люди читают только последние материалы, старые материалы исчезают, а они настолько крутые, что они будут еще актуальны в Беларуси, ну вот как-то 20-30 лет, ну то есть они очень важны. И мы хотели сделать, заархивировать эту историю, потому что мы тоже живем в Беларуси, мы знаем, как предыдущий ЛГБТ-активизм исчезал, то есть он достигал какого-то пика, вот 5 лет и исчезал, и мы хотели, и мы знаем, как сайты уничтожаются, как горят хостинги, как там, когда, если активизм исчезает, как кто не оплачивает домены, ну и в итоге эта информация исчезает, и вот мы ее восстанавливали по крупицам, когда, ну там, в нашем разделе ретро. и мы решили сделать печатную версию журнала, там, в 21 веке, спрашивали, зачем, но вот мы считаем, что вот доступность, мы считаем, что доступность информации через интернет и также ее уязвимость, потому что мы не можем предсказать, что будет завтра, мы решили сохранить, потому что мы изучали опыт ЛГБТ-активизма в Беларуси предыдущих лет через архивы, через библиотеки, и мы решили нас сохранить и сохранить этот опыт, и мы 320 страниц текста, это такая, получился не журнал, а получилась огромная книга, которую мы отправляем по различным, даем в этим, в дружественные нам организации, в библиотеки, где люди могут его получить, отправляем его по всему миру, если кто куда едет, кто-то где-то приходит, мы сразу забери журнал, отправим в библиотеку, вот нашу, мы тоже националку все отнесли. То есть мы пытаемся заархивировать наш опыт настоящего, и для этого мы решили и цель была попытаться собрать ресурсы в Беларуси, посмотреть. И тут мы регистрируем организацию, мы проверяем, готовы ли сегодня город, городские, местные власти дать разрешение на регистрацию, и проверяем сообщество, готовы ли финансировать проекты ЛГБТ, тематики. Вы проверили и тех, и других, да? Да, и этот опыт нам показал, что нам тогда отменили регистрацию, ну, то есть были проблемы нам два, там, более, ну, там, 30 дней отказ, еще 30 дней отказ, два месяца отказа, но журнал мы собрали за 30, за 45 дней мы собрали свыше 4 тысяч евро, хотя нам надо было там 3,5, около 110, 109 процентов свыше нормы, ну, всего, да, собрали 100 процентов, надо было там 109, 110, 111, собрали больше. И, ну, это была такая огромная радость для нас, и мы сделали этот журнал, сделали открытую презентацию, на которую пришли потом сотрудники милиции, проверяли, здесь есть ли несовершеннолетние, спрашивали, будет ли здесь какие-то показы в фильмах, каких-то запрещенных, все такое, но когда увидели, что все документы в порядке, журнал, спрашивали, в какой стране напечатан журнал, я говорю, в Беларуси, в Минске, боже мой, ну, то есть, так удивлялись, покажите документы, я что, ношу с ней их, я говорю, что ношу, что ли, документы на все, говорю, ну, у меня есть сканы на почту, говорю, могу на почту отправить, он говорит, а вайбер есть, я говорю, нет, вайбером не пользуюсь, может, могу ватсап, там, фейстайм, сигнал, ну, защищенные какие-то каналы, вы используете, он говорит, ну, да, вот он, говорит, ну, вот, скиньте мне на e-mail, и тогда я узнал, что про швейцарскую почту, protonmail.com, да, вроде бы, как-то так, ну, а что милиция, сотрудники милиции, вообще, общественная, наши эти, правоохрядка, какие-то открытые данные, рабочие, да, e-mail, вот, ну, как бы с ними поговорили, они ничего, они все, ну, все, ничего не, все поняли и ушли, взяли копию, я ее подписал еще для них, книгу подарили, журнал? Да, подарил, они хотели, они, 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 я им сказал, что, ну, во-первых, у вас, вы не, это как, вы не краундфаудили, я не могу вам ничего дать, но у меня был брак, там, с типографией я решил забрать, я, ладно, я говорю, я могу вам это отдать, они, можете подписать ее, там, или, там, телефон номер я оставил, там, дорогой милиции, там, личные данные и все отдал, но и они ушли, да, то есть, это вот такой, это я про то, что, ну, как вообще поле работает, ну, это не все так, рейды в гей-клубы, потом мы видим гомофобные стейт, эти, как его заявления, и то есть, это все вот такое, ну, и как бы вот, ну, для нас журнал, это наша память, что мы здесь существовали, и мы здесь существуем, и мы хотели заархивировать, и дать ее всем, чтобы люди могли ее использовать, и читать, и это, ну, то есть, и большая, ну, большая для нас ценность. Я еще бы хотела уточнить, можно ли получить журнал при желании, есть ли такая возможность, либо вы все экземпляры передали в библиотеке, планируете ли вы подобные еще акции, журнал можно взять, допечатку, может быть? Нет, допечатку мы пока не планируем, журнал можно взять в библиотеке Makeout, в национальной библиотеке, в дружественных наших организаций, если здесь представители тоже организаций, мы, кстати, в пресс-клуб вроде не давали, но у вас там библиотечка. Она лично у меня дома готовилась к этой встрече, поэтому читала. Все, вот. Да, я верну в пресс-клуб. Здесь у вас полная свобода, давайте поговорим про ваши мечты, будущее и гордость. Чем вы гордитесь сегодня? Это может быть краткий ответ. И ради чего вы это делаете, и куда бы вы хотели прийти? Я могу про чем горжусь. Я очень горжусь командой, мне очень нравится то, как мы работаем, то, что мы испытываем какие-то кризисы время от времени, но то, как мы выбираемся из них, и на самом деле консенсус, про который уже говорили мы чуть выше, для нас оказался непросто словом, и мы все время учимся принимать решения вместе, и оказывается это можно делать. И в общем-то, если гордость для меня, то это на самом деле вот эта альтернативная система существования работы, и поскольку мы правда почти пять лет работаем, мне кажется, это вполне себе доказательство, если кому-то надо было что-то доказывать. Вот. В общем-то, вот первое, что мне приходит в голову в этом смысле. Про будущее пока подумаю, не знаю, не знаю. Будущее, хочется, чтобы было хорошо. Вот знаете, как это кто-то говорил, не помню, чтобы не лучше, а просто хорошо. Вот. Но что-то конкретное я пока не скажу вам. Уже говорили сегодня несколько раз про то, что на этих выходных были два дня программы креативного лидерства для ЛГБТ-людей. Это очень были эмоциональные для меня, в том числе, два дня, и я до сих пор от них отхожу. Ну и очень ресурсные, наполняющие, в том числе. И очень много разных эмоций я испытала за эти дни. И я вот, наверное, на этот вопрос хочу сказать, что я очень горжусь всеми людьми с похожим опытом, которые находят в себе силы жить в нашем гетеронормативном и гомофобном обществе. несмотря на это большое количество боли, которые есть, если ты видишь, как устроена эта система, и как она тебя постоянно исключает, и как тебе постоянно приходится прикладывать все новые и новые силы, чтобы просто говорить в какой-то момент и быть. И, короче, да, я очень горжусь всеми ребятами, которые принимали участие и разделили со мной этот опыт за эти два дня и всеми другими людьми, кого не было рядом в эти два дня, но кто находит силы. Вот. И что про будущее? Просто дальше быть, жить, делать то, что мы считаем важным делать. И все. Если ни у кого нет дополнений, или не заставляем. Тогда можно перейти к блоку вопросов. Начнем, предлагаю начать со слайда. Я буду зачитывать вопрос. И напомню, что вы находитесь в пресс-клубе, поэтому вы мониторите медиа Беларуси на наличие языка вражды. Не слишком радикальный тон ваших оценок. На самом деле, это такой, просто, самый, наверное, маленький проект, из которого вообще мы делали. И мы только один раз мониторили медиа. И, в общем-то, мы решили, что... Боже, спасибо. Так приятно, что есть вопросы. Вот. В общем-то, радикальный тон ваших оценок? Нет. Мне кажется, нет. С одной стороны, это, правда, исследовательский текст. То есть, возможно, такой академический тон кажется радикальным, но, скорее, он сухой, репрезентативный, схематичный, поскольку там очень много каких-то схемок. Это тон цифр, потому что язык вражды в каком-то смысле можно посчитать. Но радикальным, не знаю, наверное, надо уточнить вопрос, потому что, мне кажется, радикальный язык вражды, язык ненависти, вот это радикальное дело. А просто говорить про это публично и говорить, что вообще-то лексики хватает корректной, но очень печально, если в 2018 году это все еще радикальное заявление. Если человек, которого зовут Ой, хочет внести дополнение, он может это сделать с помощью слайда. Следующий вопрос. Пытаетесь ли вы говорить с людьми, которые мало знают об ЛГБТ, на их языке, учитывая их уровень, не отпугивая? Или вы больше ориентированы на тех, кто в теме? Ой, я чувствую себя таким привилегированным человеком, чей язык является мейнстримом, оказывается. Нет, мне очень хочется радикально на это ответить, но я стараюсь изо всех сил. Это будет вырезано. Мне не кажется, что у нас разный язык. Мне не кажется, что меня хоть кто-нибудь в моей жизни в течение 30 лет учил говорить на гетеросексуальном языке или никого не интересовало, не отпугнет ли он меня, когда он постоянно предполагает, не знаю, замужем ли я, или не попаду ли я в ад, знают ли мои родители, или какая-то очередная штука, типа не хочу ли я попробовать с мужиком. Но вот это вот все, мне кажется, очень отпугивает. И несмотря на это, я здесь. И стараюсь максимально изо всех моих привилегированных, как оказалось, ЛГБТ-сил на своем волшебном единорожьем языке объяснить, что у меня, типа, точно такой же набор нервов, и что мне очень дорого лечить тревожное расстройство, когда я, ну, типа, за лето не знаю вообще, могу ли я выйти на улицу в конечном итоге. Как и вам. Как и нам всем. Мне кажется, люди в Беларуси одинаково платят за терапевта, если вдруг с ними случается такая херня. Я хотел сказать о том, что очень вопрос такой, да, трики. И просто, ну, вот, например, недавно было, на Тутбайе вышел материал о квир-людях, и где, ну, где журналистка сделала очень, ну, материал о том, где взяла интервью у людей, которые там идентифицируют себе как квир, где или говорили про проблем, ну, также, ну, говорили про феномен квир, и потом редакция взяла, решила, ну, относительно, там, журналистки решила взять интервью у психотерапевта, гештальт-психотерапевта, для того, чтобы она как-то откомментировала академические высказывания людей, которые очень много лет в академии изучают, изучают этот вопрос для того, чтобы откомментировать. Ну, то есть, они считают, что тема ЛГБТ и квир, нужно давать какой-то оценке психотерапии. Ну, в общем, ну, и вот у меня, я помню, тогда забомбило, я помню, читал, я такой читаю, боже мой, ну, то есть, терапевт там говорит какие-то страшные вещи, я, ну, что я могу сделать? Я взял, мне помогли найти эту терапевтку в Фейсбуке, я взял ее, тегнул, типа, написал о том, что, ну, вот, на мой взгляд, это все потому, что человек не разбирает, ну, то есть, человек, там, гетеросексуальное, есть привилегии, нету работы с опытом, с ЛГБТ и квир людьми, ну, и вот, поэтому она считает вообще нужным, что она имеет право откомментировать такой, ну, материал. Я не задавался вопросом вообще про то, что редакция каким-то образом предлагает комментировать психотерапевт, дает голос психотерапевту для комментирования, ну, высказываний, не эта тема, а вот для того, чтобы это, ну, там такая большая дискуссия у меня развернулась, где вроде бы все хорошо пришли, вот терапевтка сказала, что хочет прийти на конференцию, да. Я просто хотел сказать, что вот этот вопрос, он на самом деле, ну, вот всегда, ну, да, я согласен с Миланой. Я помню, была какая-то дискуссия о том, что очень сложно понять, часто бывает такой вопрос, вы слишком агрессивный или там что-то такое, это вам надо там тон как-то менять, и люди к вам потянутся там, есть такая штука. Ну, я вот думаю, у меня была такая метафора сравнения, что на самом деле, я хоть и чувствительный человек, ну, и когда ты работаешь в проекте, ты замечаешь, у тебя повышенный уровень чувствительности, ты понимаешь эти все микроагрессии, направленные в твою сторону, ну, вот все эти вопросы могут спросить, и они могут поинтересоваться, а что это за фенечка, что она значит, ну, то есть какие-то такие вопросы, и они там, ну, не удумываются реакцией, когда ты говоришь, например, ну, это, ну, я сейчас не для того, чтобы там с тобой здесь говорить об этом, и они такая, почему ты идешь на конфликт, это же как бы, я же всего лишь просто, ну, как бы заинтересованный гетеросексуальный человек, который просто хочу поинтересоваться, а вдруг это какой-то фестиваль, что, ну, как бы, я понимаю, что интересно, и, ну, отвечаю как могу, а я понимаю, что, а я живу в обществе, и я живу как, ну, на войне, где постоянно происходит, постоянно происходит гомофобия, постоянно, ну, дело Миши Пищевского, парня, который выходил из гей-клуба, которого убили у нас в Минске, и все эти моменты, и работая в этой теме, слушая про боль, исключение, про людей, которые там на группе не могут рассказать, которые только, ну, для которых желание, чтобы их папа, для кого-то, чтобы папа поздравил его с днем рождения, или мама его приняла, и семья, и где он может быть просто собой, ну, этой боли очень много у меня, и очень много у ЛГБТ-людей, и у всех травм, ну, людей, которых травмируют. И нужно отдавать себе отчет, что когда ты задаешь те или иные вопросы, ты просто должен понимать, что если человек злится, и если у него происходит, ну, какая-то реакция, которую ты можешь считывать как неадекватную, то ты можешь только единственное задать вопрос, это что должно происходить в его жизни, если человек может так реагировать? Это насколько ему больно, на самом-то деле, что он не может, ну, ответить, просто обслужить или проинформировать. Вот, ну, это вот такая из личного опыта про боли и про реакцию. Ну, важно понимать, что это ежедневный опыт, с которым мы сталкиваемся, и просто иногда, ну, нет сил, недостаточно сил, и нет возможности это, ну, каждый раз проговаривать, и тут просто, если кто-то находит в себе эти силы и желания, да, ну, их может не быть. Спасибо большое. Можно сказать, что гидросексуальные люди, я так понимаю, что с этой позиции задается вопрос, они, в общем-то, ну, тоже бывают умные люди, ведь, да, и когда разговор там, не учитывая их уровень, какой уровень? Какой уровень? То есть, мне кажется, вполне себе это люди, которые способны понимать тексты. Ну, то есть, мы сейчас делим тексты на две категории уже. Давайте перейдем к следующему вопросу, и перед этим я скажу, что за каждый вопрос можно голосовать в слайда, и вопрос ваш поднимается выше. Перед следующим вопросом я скажу, что вы не обязаны отвечать на любые вопросы, и можете аргументировать, как вам угодно. Монетизируется ли мейкаут, или у вас есть дополнительная работа, проекты? Ну, это наша принципиальная позиция, мы не монетизируем проект. Нам очень важно, чтобы все наши мероприятия были бесплатными, чтобы они были доступными, и, ну, вот я не знаю, что должно случиться, наверное, никогда такого не будет, чтобы мы монетизировали проект. Вот, и да, у нас куча дополнительных работ, мы пытаемся выживать, делать это как-то старательно, и по возможности интересно. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы думаете, может ли стать полезным участником проекта не ЛГБТ-человек, а если просто хочет? Человек, где ты? Пожалуйста. Тим, собака, мой каутбай. Есть ли у вас правила реагирования на экстренные случаи, когда случается громкое гомофобное событие? Как вы работаете в таком случае? Очень сильно зависит. Иногда перед какими-то большими ивентами мы собираемся накануне для того, чтобы обсудить, какие возможны всякие ужасы и кошмары, как все может провалиться, кто может прийти, что может произойти. Такая риск-менеджерская, серьезная работа. Иногда этого не случается, потому что мы слишком увлечены тем, что происходит, как было, например, в случае АЛОК. Мы не готовились к тому, что АЛОК не пустят. Мы слишком были увлечены ивентом, сбором людей, подготовкой программы и всяким таким прочим. Вот. Когда были всякие эти гомофобные делишки? Ну, слушайте, все очень зависит. Мы собираемся на планерках как минимум раз в неделю и обсуждаем все то, что произошло. Кроме этого, у нас есть несколько рабочих чатов, один из которых называется Эмо-чат, в котором вот буквально через минуту, как только происходит какой-то пи***, мы его постим и все начинаем обсуждать очень активно. Вот. Периодически мы встречаемся на общих встречах с другими ЛГБТ-организациями и инициативами в Беларуси для того, чтобы вместе подумать о том, как мы можем отреагировать на то или иное событие. Иногда это расширяется до вообще правозащитных организаций. Общий язык мы находим по-разному, иногда находим, иногда нет. Спасибо, Вика. Микрофон сохраняю у себя в руках, потому что Вике всем крутой пикет самего подделка. Я так понимаю, вопрос в следующем. Что вы делаете лично и от Мейкаута, чтобы поддержать бодрость духа людей? Ну, например, после этого ивента для бодрости духа я бы хотела лично потом обратиться к некоторым хорошим людям, которые присутствуют в этом зале. мы вместе сходим на чай, кофе, пиво, вино, кому что нужно и обсудим, как произошел этот ивент. Мою бодрость духа, например, это очень сильно поднимет. За других не ручаюсь. Мы еще иногда встречаемся не по работе. Это, оказывается, тоже помогает. Бывает? Да-да-да. Когда ты просто встречаешься и что-то делаешь, и оказывается, можно же так жить. И это, правда, очень поддерживает. Да, у нас была вечеринка вареники пати. Мы делали вареники или пили. Вот Вика нас всех позвала. Кто там с тестом, кто там с чем. Со всеми начинками было очень классно. Хорошо. Какую крутую тему, важную для ЛГБТ, и вообще вы планируете поднять в ближайшее время? Мне кажется, здесь надо уточнить, что это похоже на то, когда Настя говорит, что мы не даем редакционных заданий. Я знаю, что некоторые медиа работают по... Ну, потому что медиа – это как раз такая штука, которую важно монетизировать, и там важно очень большое количество показов, просмотров, важно, чтобы реклама работала на порталах. И поэтому важно ну, делить темы на те, которые хайпанут и те, которые нет. Ну, поскольку мы не медиа, у нас как-то по-другому все работает. Ну, типа, тема, которая важна для тебя, она будет поднята и она важна для тебя. Поэтому ну, как бы, хоть и шутки шутками про текст о курортах, но мне кажется, у нас не выходит сейчас каких-то некрутых, неважных тем, ну, потому что если они выходят, значит, они для нас почему-то более важны. Сегодня вышел очень классный текст про гомонормативность. Мне он очень нравится. Давно его ждала. Вопрос от Ханна Монтана. Почему сегодня так активно закрываются гей-клубы и не открываются новые? Я не знаю, есть ли адресат на этой сцене, ответчик на этой сцене. Дорогая Ханна, я очень рад с тобой познакомиться. Я всегда думал, этот момент настанет. Я не знаю, почему закрываются ЛГБТ-клубы и гей-клубы. И потому что, ну, то есть я могу лишь только догадываться. Возможно, последние заявления гомофобные от представителей властей. Возможно, то, что приходят опять-таки представители власти на закрытые мероприятия, переписывают паспортные данные людей, не объясняя им, зачем они им это. Возможно, потому что опять-таки и власти тоже приходят и на мероприятия ЛГБТ-тематики и пытаются их закрыть. Может быть, все эти события влияют на то, что бизнесы и люди, которые в личном бизнесе сейчас, не хотят это делать. Хотя, раньше это был какой-то рост. Вообще, рост был очень большой, как на Прайде в 2001 году. Там вообще было столько клубов, буфетов, вечеринок. И с каждым годом все было все меньше, 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 меньше. Сегодня я не знаю таких. Спасибо, Коля, за ответ. На следующий вопрос мы уже отвечали про киноклубы. Да, это классно, полезно и скоро будут следующие. Дальше вопрос. Расскажите о планах переводческой мастерской. Пишите каверзные вопросы. Пишите каверзные вопросы, пожалуйста. Мы так обсуждали, что же там может быть такое прямо очень скользкое. Мы такие, блин, как на это ответить, там, жесть какая-нибудь. Please, please. Переводческая мастерская завершилась, первая, которая была. Вместе с нами в команде остались четыре человека, которые продолжают находить тексты и переводить их, работать с теми темами, которые им интересны. Еще, и да, к слову про всякие разные мероприятия. Мы, на самом деле, очень часто, я даже не побоюсь этого слова, ежедневно проверяем почту, считаем там, кто лайки поставил, реально, вплоть до каждого конкретного человека, кто нам написал сообщение. Поэтому, если вы думаете, что что-то предложить хорошее или плохое, там, написать обращение, и что это куда-то пропадет, ни в коем случае. Мы такие... А слово задроты, это корректное слово? Вы или нет? Я не буду тогда говорить. Ты уже его произнесла. В общем, мы очень следим за всем тем, что там происходит, поэтому, если вдруг вы считаете, что нам нужно еще раз открыть вторую переводческую мастерскую, или нужно провести мероприятие на какую-то конкретную тему, вы понимаете, что прямо это очень надо, пишите, пожалуйста, потому что мы реально все это читаем и обсуждаем потом. пока у нас последний вопрос висит. что вы есть. Есть ли вопросы из зала? Да, есть вопросы из зала? Да, я могу передавать микрофон. Здравствуйте, меня зовут Саша, я журналистка. У меня нет даже вопросов, извините. у меня такой вопрос, планируете ли вы в ближайшее время на краудфандить, например, еще денег, чтобы издать, может быть, не журнал, но что-то печатное, что останется дома у всех, и что можно будет перечитывать. Ну, потому что у меня есть ваш журнал, и он очень-очень крутой, и хочется еще. Но нельзя такое требовать, потому что это большой труд. Вот, поэтому, да, можете рассказать, например, и если хотите, насколько сложно вообще создавать еще такой труд. Ну, да, я начну, наверное, подхвати меня потом. Ну, выпуск журнала, ну, самой идеей подготовки это был почти годовой вообще хардкор. И, ну, я честно скажу, что я, наверное, суперпессимист, я была уверена, что мы, ну, не сможем выпустить журнал. Типа, вот с самого первого дня до самого последнего, до последних трех дней, когда оказалось, что там 110 процентов, я была уверена, что мы не сможем выпустить этот журнал по тысячам причин. Ну, и мне кажется, что пока в ближайших, по крайней мере, планах, ну, у нас нету еще раз таких штук. Это вот неповторимый кейс, к слову о том, что это будет просто, ну, сложно. но, но вообще, ну, мы, ну, 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 попробовали такой инструмент, он работает в Беларуси здорово. Ну, у нас периодически бывают какие-то задумки там, типа, чтобы круто выглядело, ну, как продукт какой-то там, ну, материальный. Ну, пока... Я просто хотела сказать такое. В общем-то, нам очень понравилось краудфандить. Это было очень здорово. С одной стороны, мы получили качественный продукт, и это очень важно иметь качественный продукт, который можно подарить, переслать, читать, показывать, давать, вот, ну, и просто приятно держать на полке, вот. А с другой стороны, это про видимость, это вдруг оказывается очень много людей, которые могут тебя поддержать, которые хотели бы тебя поддержать, и про неповторимость, можно сказать, что очень много людей поддерживали, говорили, что вообще они не за журналом, они просто хотели, чтобы мы набрали 100%, поэтому они заказывали там несколько журналов, но так и не забрали, и сказали, что ну, кому-нибудь кому важнее, вот вы передайте. Например, у меня лежат два журнала, если кому-то очень нужно, вот мне сказали, что если есть кому-то, кому важнее, я могу передать. Вот. И, в общем-то, у нас время от времени появляются идеи по поводу того, что вот этот проект классно, вот мы его сейчас придумаем, продумаем, найдем там партнеров и запустим краудфандинг, потому что это, с одной стороны, еще и позволяет, ну, спричиниться, вот, кстати, русское слово не подберу, но, в общем, спричиниться. Это очень многие люди хотят, да, когда спрашивают, может ли там гетеросексуальный человек там стать полезным. Каждый человек может стать полезным, но иногда непонятно, каким образом. И вот, в общем-то, краудфандинг в том числе помогает вообще спричиниться и каким-то образом сделать не только потому, что нам что-то важно, а вообще всем важно. И он делает видимым то, что какая-то проблема важна не только там узкой группе людей, хотя в этом тоже ничего плохого совершенно нет, вот, а может показать, что это какая-то очень значимая структурная проблема там или нехватка касательно журнала. Вот. Так, в общем-то, я могу сказать для себя так точно, мне очень понравился метод и есть варианты, что мы к нему вернемся и есть задумки по этому поводу. Многие люди очень любят наши промо, сумки, наклейки, там еще что-нибудь. И периодически, когда мы это разыгрываем в соцсетях, говорят, а можно ли нам это, пожалуйста, купить? А мы говорим, а знаете, мы это все не продаем, потому что очень здорово, что в Беларуси есть люди, которые готовы нас поддержать, в том числе на краудфандинге и купить журнал для себя, но стоит помнить о том, что не все люди могут это себе позволить. Поэтому, в частности, с журналом была возможность его заполучить другими способами, почитать в библиотеке, выиграть через что-нибудь и так далее. То же самое со всеми этими красивыми промо-штуками, но мы не производители одежды, например, которые могут, используя труд бангладешских девушек за три бакса выпускать майку, несмотря на то, что там феминизм и даже местами ЛГБТ в каком-то сегменте людей может быть очень популярными, но мы считаем это достаточно скользкой дорожкой, и это очень сложная тема. Спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы из зала? Да, пожалуйста. Я так само журналистка, Алена, и у меня такое пытание, что можно сделать в грамоте, в державе, как, с оправдой, возникла беспечная простора для людей из вашей субболки? Я могу начать. Я вчера не дошла до встречи с Вандерзином, но смотрела трансляцию. Большое спасибо за эту возможность. И там была такая штука про журналистику, очень крутая. Это то, чем я тоже занимаюсь, потому что я пишу разные тексты, не только на тему ЛГБТ, например, на тему смерти или на тему пристыживания во время месячных, или там еще что-нибудь. И когда я пишу эти тексты, люди рассказывают свои истории, зачастую это интервью, это мой любимый жанр. И каждый раз я обращаюсь к людям, которые есть рядом со мной, и рядом со мной очень много негетеросексуальных людей. И так получается, что в истории про смерть, например, свою историю рассказывает лесбиянка, где очень важное место в ее жизни сыграла партнерка, которая была рядом. Или когда я пишу про месячные, это может быть история, например, трансгендерного мужчины. В общем, этих вариантов очень много, и мне кажется, в своей повседневной жизни, просто своей работой в офисе, в больнице, в очереди. Даже когда сюда регистрируют людей, и в списке есть разные имена, и не всегда ты по внешнему виду можешь определить, к какому гендеру человек себя относит. В общем, через все эти мелкие штуки можно делать пространство безопасным. Я хотела сказать, что у меня есть такая вера в то, что безопасное пространство для нас, для всех вообще работает одинаково. Что безопасность для каждого человека вне зависимости от его гендерной идентичности, сексуальной ориентации или любых вообще других возрастов. я думаю, что безопасность это про принятие и то, что тебя не будут никогда обесценивать. Про то, что ты существуешь как факт, это может быть. И даже если у нас с тобой конфликт, то это не значит, что мы друг друга должны стирать в порошок. Мне кажется, что такая безопасность она вообще у всех людей одна. И я верю, что когда каждый человек поймет, что вот такие, как у него потребности в примятии безопасности есть и у окружающих людей вне зависимости от того, понимает он этих людей или нет, тогда будет безопасно для всех. А когда это будет типа про особые какие-то права, то оно не будет работать никогда. Ну, как это сделать, я не знаю. Если бы я знала, наверное, жили бы как-то по-другому. Я хочу еще уточнить, есть ли вопросы в зале. Тогда мне осталось поблагодарить вас за усидчивость, активность и вопросы. И, ребят, спасибо огромное за то, что вы пришли сегодня, провели с нами этот вечер и откровенно, честно, надеюсь, ответили на наши вопросы. Всем спасибо. Приходите в пресс-клуб, следите за нашими новостями на сайте пресс-клуб.бай. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ